День добрый, с вами Смирнова Ирина. Итак, вы приобрели инструмент, который называется InPage. Находите вы его у себя в кабинете, в разделе «Сервисы». Кликаете вот на эту ссылку «Сервисы» и у вас выпадает вот такая строка «InPage Cloud Service». Ежемесячная оплата 6 долларов. Активный. Заходите по кнопке «Подробнее» и попадаете в страничку информационную этого конструктора. Здесь вы можете создать свой сайт, любой сайт, или посадочную страницу, или многостраничный сайт, или блог, страничку блога на многостраничном сайте. Вы можете, включив здесь, вот в этой панели, свой домен, тот, который у вас есть. У меня в данном случае есть домен IrisMirbiz. Я его просто сюда подключила. И я могу теперь создать страничку, войдя в конструктор, вот через эту кнопку. Если у вас нет собственного домена, то вам сервис предлагает облачный домен. У него будет не очень красивое доменное имя, но на первых порах вполне вероятно, что этого будет достаточно. Войти в этот конструктор вам достаточно будет, пройдя вот по этой кнопке голубой. Если вы хотите добавить сюда еще конструкторы, в данном случае я могу добавить два конструктора здесь. Я просто кликаю на кнопку «Добавить конструктор», и у меня появляется вот такое окошечко, где я могу ввести свое доменное имя. Итак, захожу вот в этот конструктор, у которого доменное имя IrisMirbiz. Кликаю на голубую кнопку, и начинается загрузка конструктора. Посмотрите, сейчас я вам просто покажу, что вот существует такое огромное количество тематик веб-сайта, которые вы можете создать на этом конструкторе. Здесь и сайты, посвященные услугам, и розничные магазины, и так далее. Тут и здоровье, искусство и дизайн, здоровье и спорт. То есть уже здесь подобраны такие специальные шаблоны. Здесь есть, например, специальные дизайны, которые отвечают конкретно MLM-компаниям. Вот посмотрите, если мы спустимся сюда вниз, то увидим MLM-шаблоны. Их 44. Здесь самые такие распространенные, самые известные MLM-компании с готовыми уже шаблонами. Но нас сегодня интересует посадочная страница. Вот чтобы сделать посадочную страницу профессиональную, нам нужно зайти с вами вот в эту категорию. Title of категория. Здесь всего у нас два шаблона. Заходим. Вот они, эти два шаблона. Первый шаблон. Давайте пройдем сюда. Вы просто кликаете «Мой веб-сайт». У вас запрашивается информация о владельце сайта. Когда вы регистрировались на сайте InWeb24, вы вводили определенную информацию. Вот эта информация у вас будет здесь выпадать. Если вам нужно будет что-то исправить или добавить, вы можете это сделать вот в этой таблице. Кликаем внизу «Создать сайт». И ждем прохождение трех шагов до запуска редактора. И вот мы попали с вами в конструктор, где нам, созданный уже профессионалами, предложен дизайн страницы посадочной. Посмотрите, что мы здесь с вами видим на этой страничке. В правом верхнем углу мы видим так называемую панель InPage Service. Посмотрите, здесь в этой панели InPage Service у нас есть пять вкладок. Начнем с последней. Это настройки вкладки. После того, как создадите свой сайт, вы можете его здесь оптимизировать. Здесь все буквально продумано. Например, язык, выбор языка. Например, социальные сети. Здесь какие-либо вы хотите загрузить. Здесь фейвикон и так далее. Вот все ключевое слово, по которому вы собираетесь продвигать, здесь все абсолютно есть. Вторая вкладка с правой стороны – это документы, которые могут у вас быть загружены в этом сайте. Мы это будем подробнее разбирать тогда, когда будем создавать сайт, а не посадочную страницу. Страницы и дизайн – это тоже практически вкладки для того, чтобы работать с многостраничными сайтами. Еще одна очень хорошая вкладка называется «Модули». Здесь модулей очень много, благодаря которым вы можете создать и слайд-шоу, и онлайн-магазин, и карту сайта, и кнопочки «Поделиться», и контактную форму. Ну, все, что буквально вы хотите сделать. Вот, пожалуйста, скрипт, который вы можете вставить сюда, и форму подписки, и кнопку всевозможную. В общем, все, что захотите сделать на собственном сайте. Это модули. Теперь смотрите. Здесь мы видим с вами информационную панель. Вот она в данном случае сейчас у нас показана. Здесь мы видим опции, связанные с сохранением. Я пока ничего здесь не делаю. С восстановлением. Со справкой. Посмотрите, здесь у вас руководство пользователя. Знакомительное видео. Вы можете добавить какую-либо функцию. Здесь вы можете очень быстро, если вам не понравился ваш сайт, начать его изготовление заново. Можете его удалить. И последняя кнопочка – это «Свернуть». Мы с вами просто сворачиваем сейчас эту панельку, потому что она нам буквально сейчас в данном случае не нужна. И вот таким якорьком мы можем ее просто убрать, перетянуть в ту сторону, где она будет нам меньше всего мешать. Итак, перед вами сейчас профессионально созданная страница, посадочная, на которой есть буквально все. Здесь есть красивый заголовок. Здесь есть «Вы», «Ваш портрет» вы можете здесь поставить. Здесь есть кнопочки «Поделиться». Здесь есть внешний вид вашего инфопродукта. Здесь есть все тексты, которые вы очень быстро можете менять. Здесь есть кнопка «Заказать». Здесь «Выгоды». Пожалуйста, вот они здесь уже показаны. Они очень красиво оформлены. И они продуманы со всеми такими клише, которые необходимы для того, чтобы посадочная страница выглядела профессионально. Очень четко продуманы дизайнером все стрелочки, куда, что, как, кому зайти и так далее. Ваша задача в данный момент просто заполнить эту посадочную страницу своим текстом. Как это делается? А делается все на удивление просто. Вот давайте вернемся сюда наверх. Посмотрите. Давайте немножечко вот так вот опущу вниз, чтобы было видно. Посмотрите. После наведения появляется по периметру вот такая голубая рамка. Если я спущусь вниз немножечко пониже, то видите, вот я вижу ограничение этой голубой рамки. То есть вот здесь показан целый блок, с которым я могу работать. Это я просто навела мышку. Если я два раза щелкну, то видите, у меня появляется сетка. Рабочая сетка, с которой я могу очень четко работать. Посмотрите, какой красивый здесь шрифт. Он показан уже здесь внешне. Вы только уже должны ввести сюда свой какой-либо текст. Ну, например, я выделяю этот текст, затеняю его вот таким блоком и пишу любую фразу. Например, предлагаю свой курс по созданию успешной рассылки. Успешной рассылки. И могу восклицательный знак поставить, если мне этого очень захочется. Видите, сразу же появляется тот текст, который я решила сюда ввести. Здесь я могу точно так же записать какой-либо текст. Например, дать название своей рассылки, наверное, стоит более ярко. Вот эту вот часть надо просто удалить. Вот так. И у меня получается вот такой красивый заголовок. Предлагаю свой курс по созданию успешной рассылки. Здесь я могу написать то, что я посчитаю нужным. То есть, как мы говорили с вами в статье о том, что вы можете фрилансеру дать техническое задание. То здесь вы создаете свое техническое задание, собственно говоря, для себя. И вот таким образом вы этот текст меняете. Посмотрите, под голубой рамкой появляется панель редактора. В этой панели редактора вы буквально можете даже изменить шрифт этого текста. Видите, здесь есть выбор шрифтов. Здесь есть выбор размеров шрифтов. Здесь, если вы надумали, вы можете поменять цвет этого шрифта, перетащить эти тексты в разные стороны, там, где вам больше всего нравится. И можете вот здесь вот заменить, например, вот эту картинку. Заменяется картинка очень просто. Я просто выделяю вот эту картинку. Сбрасываю ее. И прошу изменить изображение. Выхожу вот сюда. Здесь у меня есть изображение в 3D моего курса. Картинка загружается. Вот она уже появилась. Посмотрите, она у меня с левой стороны здесь, эта картинка. Я могу ее поставить. С правой стороны, вот она переместилась сюда. Могу поставить ее в центре. Я могу изменить ее размер. Например, 245 это много, поэтому я ставлю 145. И она поменяла размер. Вот сюда вот мы ее поставим. Давайте. Причем вот здесь, установив галочку сохранить пропорции, размер становится той величиной, которую вы задумали. Итак, здесь я могу написать описание этого курса. Раскрыв вот это меню, я могу выбрать. Или это описание будет показано под изображением, или при наведении курсора, или просто его не показывать, это описание. Кликаю ОК. И вот у меня появляется моя картинка с курсом «Успешная рассылка». Здесь я могу заменить точно так же свою фотографию. Я сбрасываю эту фотографию и выбираю вот здесь из загрузок, выбираю свою фотографию, ту, которую я хотела бы здесь поместить. Вот эту вот на сереньком фоне. Сейчас пройдет загрузка изображения. Посмотрите, фотография достаточно большая. Опять же, я меняю вот эту вот цифру на единицу. Фотография остается вот в таком виде. Я выбираю ее с левой стороны. Никакого описания не делаю. Кликаю просто ОК. Теперь смотрите. Вот здесь я выделяю ваше имя. Пишу Смирнова Ирину. Здесь я выделяю блоком «Вид деятельности». Пишу тот вид деятельности, который я предполагаю озвучить своему посетителю. Итак, я прохожу буквально по всей посадочной странице. Здесь я заменяю текст «Дорогой друг». Вот здесь я пишу тот текст, который я заготовила. Очень легко и быстро. Здесь я точно так же заменяю внешний вид своего инфопродукта и так далее. То есть буквально каждый вот из этих вот областей вот этой решетки, которую вы выделили, можете поменять, заменить текст на тот текст, который вы считаете нужным. Вы точно так же можете заменить здесь картинку. У вас каждый раз будет возникать вот такой вот визуальный редактор, которым вы можете в данном случае воспользоваться. Я хотела просто еще показать вам, каким образом можно вот эту кнопку сделать активной и при нажатии этой кнопки отправить вашего посетителя туда, куда вы посчитаете нужным. То есть на страницу заказа. Я выделяю кнопку. И видите, у меня вот здесь на визуальном редакторе становится активной кнопка ссылка. Я кликаю на эту кнопочку и могу выбрать или веб-страницу, или файл в интернет. Если установлю вот здесь вот кнопочку. Если у меня заготовлена специальная страничка для заказа на этом ресурсе, то я просто выбираю страничку здесь. Видите, у меня пока никаких страничек здесь нет. То есть очень легко и просто все. Вы можете загрузить сюда документ, о котором я вам говорила. Вы можете отправить на конкретный документ, какими способами можно будет оплатить ваш продукт. Или сделать здесь какую-то подписку. Например, загрузить сюда форму подписки и так далее. В текущее окно открывается, или новое окно, всплывающий текст при наведении курсора. Когда вы все это сделаете, у вас появится возможность человеку, зайдя сюда и нажав на эту кнопку, он перейдет на ту страничку, на которую бы вы хотели его отправить. Точно так же вы можете вот эту ссылку, нажмите здесь, чтобы сделать заказ, сделать активной. То есть тоже пройдя вот по этой ссылке. Вы также можете сюда загрузить любое буквальное изображение. Если вы хотите сюда загрузить форму подписки, вам достаточно удалить эту кнопку и, развернув вот этот модуль скрипта, вот, перетащить его сюда. Он у вас не будет показываться до тех пор, давайте я его сверну, чтобы вам было видно, до тех пор, пока ваша страничка не будет опубликована, но вы забираете HTML-код с любого респондера, или это Smart Responder, или это JustClip, или это InTouch, InWeb24. Вы забираете HTML-код и вставляете вот в это окно. У вас на этом месте, куда вы установили этот модуль, будет включена ваша форма подписки. Я пишу отмена. Вот таким образом, очень быстро и очень просто. Ну, естественно, когда вы подготовите конкретные тексты, то это будет совсем очень быстро, вы можете оформить свою страничку подписки. Вот, пожалуйста, здесь вы буквально сразу же пишите, сколько будет стоить ваш продукт. Видите, как все легко и быстро. Купить сейчас. Здесь вы пишете свой e-mail, по которому будут связываться люди с вами и так далее. То есть все очень просто. Для того, чтобы эта страничка готовая попала в интернет, вам достаточно будет нажать вот на эту зеленую кнопочку «Опубликовать». Посмотрите. Постоянно идет сохранение. Если вы уйдете с этой странички, то эта страничка у вас значит, что все, что вы на ней сделали, у вас будет сохранено. Но теперь я хочу вам показать вторую страничку посадочную, которая здесь предложена конструктором. Для того, чтобы выйти на вторую страничку, я просто кликаю сюда «Начать заново». Да, я решила начать заново. У меня начинается весь процесс буквально с самого начала. Я выхожу на вторую страничку и кликаю вот сюда. «Создать сайт». И у меня открывается второй шаблон. Давайте свернем. Второй шаблон, который я могу точно так же заполнить. Он уже будет такой синего плана. Посмотрите, здесь полностью все продумано. Точно так же, очень быстро вы можете здесь все заполнить, привести все в порядок. Пожалуйста, здесь дана гарантия. Здесь он покороче, эта страничка. Попроще. Но она точно так же эффективна, как и первая страничка. Значит, вам достаточно только продумать некоторые моменты, которые вы должны отобразить на этой странице. Итак, я надеюсь, что я убедила вас в том, что такой конструктор просто жизненно необходим каждому интернет-бизнесмену, каждому интернет-предпринимателю, для того, чтобы вы очень просто и быстро могли создать свои посадочные страницы. В следующем видео, в следующем посте, мы поговорим с вами, каким образом можно будет создать свой блог или сайт многостраничный, например, вашей MLM-компании. Итак, всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.